Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим восхитительную партию седьмого чемпиона мира Василия Смыслова, которую он сыграл на шахматной олимпиаде против Людека Пахмана. Василий Смыслов играл белым цветом и открыл партию английским началом. Черный развивает коня, с перестановкой ходов на доске получается отказанный ферзевый гамбит, а именно карлсбадский вариант. Белый связывает коня, черный укрепляет центр, следует продолжение Е3. Смыслов открывает диагональ для развития белопольного слона. Черный выясняет намерение слона противника и после отступления выводит белопольника за пределы пешечной цепи. Но дело в том, что у белых есть продолжение ферзь Ф3. Они во-первых на слона нападают, а во-вторых издали присматриваются к полю Ф6 и хотят испортить сопернику пешечную структуру. То есть после примерного отступления слона и массовых разменов на поле Ф6 пешки черных портятся, но с другой стороны они находятся на закрытых линиях и белым будет не так-то просто использовать этот факт. Возможно, именно сюда Пахману необходимо было идти, но он избирает острейшее продолжение ферзь Б6, жертвуя фигуру на Ф5, но с идеей пробить на Б2 и добраться до белого короля. Рокировать белым в длинную сторону невыгодно из-за хода слон. Он же 4, черный выигрывает качество, поэтому Смыслов принципиально забирает слона на поле Ф5. Черный пробивает на Б2, это двойной удар, белый предварительно выписывает шах и жертвует фигуру ходом конь Д5. После ответного взятия пешкой, поскольку был шах черному королю дан, так вот после взятия пешкой Василий Смыслов возвращает ферзя на поле Ц1 и хочет перейти в Эншпиль, где у черных будет крайне слабая пешка на поле Д5, которая является изолированной. Кроме того, черным не хочется уступать открытую линию, поэтому Пахман объявляет шаг белому королю. И этот король смело идет на поле Е2 и хочет укрыться на королевском фланге, а именно на поле Ф3. Еще один шаг с поля Б5, король идет на Ф3, следует продолжение ферзь Д7. Черный хотят преследовать вражеского монарха, сыграть ферзь Ж4, это будет мат, поэтому белый предварительно меняется на поле Ф6. И как знать, может быть, эта партия и стала предтечей популярной в наше время прежде всего своей бредовостью системы Банк Клауд. Вот что сам Василий Смыслов написал по поводу данного положения. Игра едва вышла из стадии дебюта, но уже возникло необычное положение для солидного ферзевого гамбита. Оба короля занимают позиции впереди своих пешечных цепей, однако пешечное расположение белых более укрепленное, чем черных, у которых слаба пешка Д5. Это обстоятельство определяет несомненное преимущество белых. Своим следующим ходом седьмой чемпион мира образует форточку для короля, черный объявляет шаг, после отступления играет слон Д6. Белый хотят развить с темпом белопольного, а слона черный также образует форточку для своего монарха. После нападения слона ферзь отступает на поле Е6, белый нападает на пешку Б7 и защитить эту пешку нет возможности. Если продвинуть эту пешку вперед, тогда белый дает шаг с поля Ф3, а затем играет слон С4, используя связку по диагонали. В результате слабая пешка Д5 теряется, поэтому черные решили сразу отдать пешку ходом Конь С6, Смыслов забирает на Б7, черный предлагает размен тяжелых фигур, и после размена на поле Б8 белый заканчивает развитие легких фигур, для того, чтобы ввести в бой последние тяжелые фигуры. Черные на всякий случай уводят короля в безопасное место, белый нападает на коня, Конь уходит на Е7, брать пешку на А7 смыслов не стал, из-за возможности контр-игры после ответного ладья Б2. Он сыграл более технично ладья Б1, предлагая размен ладей, и после этого размена черный играет слон Б8, защищая пешку, ну а белый намечает план атаки слабой пешки Д5. Они в перспективе могут три раза напасть на эту пешку, а как черные смогут три раза защитить эту пешку, большой вопрос. В общем, положение Пахмана становится совершенно безнадежным, он еще сыграл А5, белый нападает на слона, после отступления слона белый фиксирует пешечную структуру на королевском фланге, на ответное А6 продолжает ферзь Б7, и в этот момент Людок признал себя побежденным. Все дело в том, что непонятно, как черным защищаться, у них висит слон на поле С7, если слон отступает, теряется пешка на А6, и если черный защищает слона ферзем, тогда белые могут навалиться на пешку Д5, и в результате выиграть эту пешку, оставаясь уже с двумя лишними пехотинцами в окончании. Напишите в комментариях, как вы относитесь к системе Банклауд, и тем шахматистам, которые эту систему периодически применяют. Ну и также не забывайте поддержать ролик лайком, репостом, и до скорых встреч!